Люди, всем притасывающе! Сегодня 21 ноября, четверг, время без 20-12 ночи. Да, да, вот так вот рано я сегодня выхожу в эфир, потому что очень большая нагрузка и очень много прогнозов. Люди просят и просят прогнозы. Значит, сегодня рассмотрим НХЛ, один матч Алендер-Спицбург. Потом, наверное, еще буду записывать видео. Значит, небольшой анализ по сегодняшним матчам, которые я давал прогноз и которые уже сыграны. Это КХЛ. Значит, Адмирал-Металлург-Магнитогорск 5-4 выиграл Адмирал. Я давал прогноз. Прогноз мой звучал так, что Металлург должен возить 2 очка. Они вели 4 раза в счете и 4 раза Адмирал сравнил и в конце победил. То есть не удалось, значит, Металлургу выиграть. Но голы мы там видели. То есть я говорил там, что обе команды полтора больше. Заиграйте, я сказал, заиграйте ставку, обе команды полтора больше. Второй матч прошел просто в удивительной борьбе. Авангард-Автомобилист. Здесь мой прогноз был, я видел здесь 5 голов. Я сказал, что здесь будут голы. Все видели голы, все на этом проиграли. Но я говорил, что преимущество Авангарда, что он не проиграет в этой игре. Что Автомобилист забьет здесь меньше 3 голов. Меньше 2,5 было, ну так точно, более-менее сказано. То есть вы могли заиграть такую ставку, что индивидуальный тотал автомобилиста 2,5 меньше. Потому что мой анализ четко показал, что автомобилист на выезде больше 3 голов не забивает. Вот такая ставочка. Кто выиграет, кто проиграет, это другой вопрос. Можно было взять, например, Авангард. Двойную шансу там мало давали. Но зато это зашло. Понимаете, никто не знал, что 1-1 будет такой сушняк. И следующий матч, который у нас прошел просто на ура, это Спартак-Динамо-Минск. Где я уверенно сказал, что здесь Спартак. Берите победу Спартака. Что он, скорее всего, выиграет. И здесь будет 5-6 шаппи. Я сказал, 5-6 шаппи здесь будет минимум. Вот говорю, наверняка здесь будет. И Спартак-Динамо-Минск не ударили в грязь лицом. 7-2, 9 голов. Но КХЛ более-менее поддается какому-то анализу. Теперь переходим к анализу матча Алендер-Спицбург. Они играют сегодня ночью в 3 часа ночи по московскому времени. Дело в том, что эти команды буквально накануне встречались между собой. Они играли в Питтсбурге. И матч там закончился в основное время. Так, интернет у меня то есть, то нету. По-моему, он закончился со счетом 4-4. Открываю этот матч. Если вы не против, пробежимся по статистике этого матча. Разберем, как говорится. Многие любят. Но я вам сказал, что здесь Алендерс, кто не хочет смотреть дальше, Алендерс победа. И Тотал, либо Тотал 5 больше. Вот так вот. Тотал 4 больше, там дают мало. Теперь разбираем по косточкам этот матч. Значит, последняя игра состоялась 20 ноября. 4-4 в основное время. Алендерс в овертайме победил. У Алендерса идет такая полоса удачная. Четыре последних матча, четыре победы. Два дома над Торонто и Флоридой в основное время. И два на выезде над Филадельфией и Питтсбург. Не самые слабые команды. Причем в овертайме. Как играет Алендерс дома с Питтсбургом именно? Да, я сразу скажу, что у Питтсбурга не будет играть Кросби и еще два ведущих игрока. Поэтому шансы у Питтсбурга призрачные. Но мы знаем, что такое НХЛ. Итак, последний матч они играют 3-3 в Нью-Йорке. 8 ноября в этом году. В овертайме Питтсбург победил. 3-1 Алендерс победил. 4-3 Алендерс победил. Опять в овертайме. Это было 11 апреля. 1-1. 11 декабря прошлого года. И в овертайме Питтсбург. И 3-2. То есть упорная борьба. Идет упорная борьба. Значит, в этих пяти матчах, в последних, да, Алендерс забил... Сейчас скажу, сколько голов. Так, 6. 10. 14 голов. То есть в среднем забивает 3 гола Алендерс. И 12 голов, по-моему, забил Питтсбург. Сейчас еще раз пересчитаю. Я перед репортажем, перед тем, как выйти в эфир, я посмотрел, конечно, предварительно, да, чтобы быть более-менее готовым. Поймите одну простую вещь, что я выпускаю в день 4-5 видео, да, и сидеть конкретно выписывать, да, целый день, это очень тяжело. И на самом деле та работа, которую я провожу в прямом эфире, она ненамного отличается от того, что если бы я посидел с конспектом и выписал бы и сказал бы то же самое. Потому что, в принципе, там ничего особого сложного нет. Главное увидеть закономерности определенные и сделать правильные выводы. Я вам предлагаю на выбор несколько ставок ваше право брать, например, тотал 5 больше или тотал 5 меньше. В этом матче, значит, считаем, сколько забил Питтсбург. 3, 4, 3, это значит 7, 9, 11. Ну, в среднем где-то 2 гола забивает. Ну, вот получается, что да, где-то 5 голов, вопрос больше или меньше. Ну, давайте посмотрим, как они идут вообще по линии. Дело в том, что Питтсбург, Питтсбург, вот по таблице, если его взять, он, у него тотал больше, как правило. Вот когда он играет, вот вообще, в принципе, вот смотрите, 21 игра у него, у Питтсбурга, да, и в 21 игре, в общем, да, сыгранной в этом сезоне, у него 150 шайб, ой, блин, не 100, 126 шайб, 126 шайб у него, значит, забито и пропущено. Вот так вот, вот делите на 20, то есть где-то около 6 голов, Питтсбург в среднем, да, поняли, да, мою мысль. Теперь, если взять Айлендерс, у Айлендерса 110 в 19, то есть примерно где-то 5,5, вот 5,5-6, то есть где-то здесь должно быть больше 5 голов, это первое. Теперь берем в гостях, как они играют, с тоталом определились, поняли, да, то есть тотал 5 больше, это понятно. Теперь смотрим дома. Дома Айлендерс выступает просто великолепно, он идет на первом месте по выступлениям дома в своей конференции. В конференции у них 16 команд, 12 игр, 7 побед в основное время, 2 победы в овертайме, 1 поражение в овертайме и 2 поражения в основное время. 41 гол забит, 29 пропущено, то есть пропускает он на своем пуле 2,5 гола примерно и забивает 3,5, то есть 3,5 и 2,5 прибавляем, получаем 6, поняли, да, то есть опять получается у нас с вами тотал 5 больше, 5,5 больше, да. Теперь, что касается Питтсбурга в гостях, Питтсбург в гостях идет таким середнячком, 8 место из 16 команд, провел 9 игр, 3 победы, 1 победа в овертайме, 1 поражение в овертайме и 4 поражения в основное время. То есть здесь, скорее всего, завтра Питтсбург не выиграет. И, значит, Питтсбург в этих голах, как ни странно, забивает на выезде 3,5 гола, 3,5 гола, вот, и ровно 3 он пропускает. То есть в гостях Питтсбург играет даже на тотал больше 6, вот, ну, есть ли смысл останавливаться дальше на этом матче, я особо не вижу. Вот, можно, конечно, форму, да, еще я, в какой форме находятся команды, ну, Алендерс, я сказал, в 5 играх у него 4 последних вообще победы идут, у Питтсбурга в 5 играх 3 поражения и 2 победы, причем 2 поражения в овертайме и 1 победа в овертайме. В последних 5 играх у Алендерс ни одного поражения, 19 забито, 16 пропущено. То есть в среднем Алендерс забивает в последних 5 играх 4 гола и 3 пропускает. Значит, на завтра можно грузануть точный счет 4-3. Но, учитывая, что нету Кросби, там, может быть, 4-2, вот так вот, да, Питтсбург в последних 5 играх забивает в среднем 3 гола и пропускает 2,5. То есть все в рамках статистики. Чем мне нравится НХЛ, тем, что огромная статистическая база, команды встречаются между собой несколько раз за сезон и накапливают огромную, значит, статистику, по которой можно что-то там увидеть. Вот, ну, все-таки это игра, придуманная, как бы, американцами, да, именно НХЛ вот эта система и то же самое баскетбол. Пробуем разобраться, пробуем анализировать и перед тем, как выйти в эфир, я позвонил нашему большому другу Володе, который специализируется на НХЛ. Я неоднократно в группе выкладывал его экспрессы, некоторые заходят, некоторые не заходят. Ну, как-то зашел экспресс, у него 4 там события. Вот, сейчас он еще мне вышлет свой экспресс, я выйду в эфир через некоторое время, еще выложу Вовен экспресс на НХЛ. Значит, что я хочу еще сказать в завершение, в принципе, так много наговорил, вступайте в мою группу, желаю всем удачи, играйте вместе со мной в моей группе, уже около 70 человек, у нас вступают люди каждый день, обмениваются опытом, мыслями, идет взаимообогащение, люди делятся идеями, учатся, я много подсказываю, я много что веду, Руслан у нас много ведет, по программе там скидываем, играем мы с компьютером, то есть компьютер нам помогает, компьютерная программа. Также, Руслан подписан на нас в одной платной группе, откуда он черпает идеи, черпает подсказки, и он платит за это деньги, и бесплатно, в основном бесплатно это все в группе выкладывает. Всем привет, всем удачи, играем аккуратно, пока.